МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Ольга Панова. Смотрите сегодня. Безопасность под контролем. В Чебоксарах прошло заседание антитеррористической комиссии. Родной язык, ты оживляешь краски. Сегодня отмечают день чувашского языка. Читайте на здоровье. В Чебоксарах выяснили, какая книга самая читаемая. Безопасность жителей республики в предстоящие праздники будут обеспечивать сотрудники полиции и военнослужащие. Мероприятия должны пройти без эксцессов. Сегодня об этом шла речь на очередном заседании антитеррористической комиссии. В ближайшие космические мы будем отмечать майские наши праздники. Это праздник весны и труда и 68-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. И на нас, на должностных лиц органов власти накладывается ответственность по организации обеспечения правопорядка и общественной безопасности. В городских округах и районных центрах, в местах массовых мероприятий будут созристочены большое количество людей. Поэтому мы здесь очень должны быть бдительны. Омрачить праздничный уикенд ничего не должно. Шествия, демонстрации и концерты пройдут во всех районах. В местах массового пребывания людей будут дежурить усиленные полицейские патрули. В столице республики за демонстрантами будут следить десятки видеокамер. Они установлены по всему маршруту движения праздничных колонн. Повышенные меры безопасности предпримуты сотрудники МЧС. Многие жители республики уже запланировали выбраться на природу. На носу противопожарный сезон. В лесах чуваши будут дежурить огнеборцы. Михаил Игнатьев попросил спецслужбы готовиться и к летней универсиаде. Гости со всех стран расселятся не только в гостиницах Казани, но и в соседних регионах. Власти республики ожидают наплыв туристов. В это время чувашская полиция вновь перейдет на усиленный режим несения службы. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. На этой неделе в Чувашии проходит комплексное учение с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров. По оперативной схеме оповещения противопожарной аварийно-спасательной службы Чувашской республики проведен сбор личного состава, создан оперативный штаб, введен режим повышенной готовности. На учения привлечены более 250 работников противопожарной службы, введены в боевой расчет 46 единиц пожарной техники, подготовленные резервы горюче-смазочных материалов и боевой одежды пожарного. На втором этапе проводилось условное тушение крупного лесного пожара в Шумерлинском районе на площади в 50 гектаров. По данным оперативного штаба, личный состав республиканской противопожарной службы с поставленными задачами первого и второго этапов комплексного учения справился. Сегодня день чувашского языка. С этим праздником жители республики и всех, кто знает язык, разговаривает на нем и любит его, поздравил глава Чувашии. В праздничном обращении говорится, родной язык – это бесценное богатство, основа национальной культуры, инструмент сохранения и развития духовного наследия. Из тысяч языков, существующих на планете, для каждого человека он является самым дорогим. Государственная политика в Чувашии направлена на поддержку и развитие национального языка и культуры. Принимаются действенные меры для того, чтобы родная речь широко звучала в средствах массовой информации, на театральных подмостках не только в республике, но и за ее пределами, в местах компактного проживания Чувашии. Уверен, что знания истории родного края, языка, культуры будут присущи каждому жителю Чувашии, а народные традиции будут и впредь бережно сохраняться и передаваться из поколения в поколение, говорится в сообщении. 55 лет имя Великого Чувашского просветителя Ивана Яковлева носит Чувашский государственный педагогический университет. Сегодня преподавателей будущих педагогов поздравил глава республики Михаил Игнатьев. У меня в жизни не было другой цели, как благо Чуваш, говорил Великий просветитель. Так и преподаватели и студенты педагогического вуза трудятся на благо республики. Сегодня в вузе готовят специалистов 13 факультетов по 42 специальностям. Более 90% молодых специалистов трудоустраиваются, большинство из них в сфере образования. Разрешите поздравить вас со знаменательными юбилейными датами, 165-летием со дня рождения Великого просветителя и 55-летием присвоения нашему педагогическому университету его имени. Хочу пожелать всем нам новых успехов, стабильного развития и благополучия. От души поздравляю вас со 165-летием, со дня рождения Великого нашего чувашского просветителя. Он составил новый чувашский алфавит. Первым перевел Библию на чувашский язык. Великий просветитель считал необходимым сближение с русским народом. Преподаватели и студенты педагогического вуза занимаются воспитанием молодого поколения. Глава республики уверен в том, что у них это хорошо получается. Также Михаил Васильевич отметил актуальность завещания Яковлева для современного населения. Крепкой и дружной семье не страшны внешние житейские невзводы. Берегите целомудрие, бойтесь вина и соблазна. Если сбережете семью, обережете детей и создадите крепкую опору для мирного и спокойного труда, говорил наш просветитель чувашского народа. Почетными грамотами Минобразования Чувашии за успехи в подготовке квалифицированных специалистов и многолетний добросовестный труд наградили 14 преподавателей педуниверситета. Праздник чувашского языка отметили сегодня и в столице России. Кроме традиционного возложения цветов на могилу патриарха и панихиды, впервые собрались вместе многочисленные потомки Ивана Яковлева. Подробно об этой встрече рассказал заместитель полномочного представителя Чувашии при президенте России Анатолий Григорьев. Сегодня великое событие в жизни не только Чувашской республики, но и России. Москва сегодня впервые провела нестандартно этот праздник. Самое главное состояла встреча с прямыми потомками Ивана Яковлевича Яковлева. Я должен сказать, что сегодня в Москве живет 31 человек прямые потомки Ивана Яковлевича Яковлева. Вот буквально в марте месяца 23-го родился у нас самый молодой Иванушка его назвали. Это уже седьмое колено. Сегодня были Алла Борисовна Покровская, Павлов Некрасова, Лидия Дмитриевна Павлова, Екатерина Всеволодна. Впервые на наше мероприятие прибыл великий актер театра и кино, телеведущий Михаил Олегович Ефремов. На кладбище состоялся митинг панихида. Отец Сергий, настоятель храма на Ваганьковском кладбище, отслужил панихиду. Множество народа сегодня было. С Чувашского землячества, от города Москвы, на Ваганьковском кладбище. Праздник не закончился, а праздник продолжается. 27-го числа в Государственной библиотеке имени Некрасова состоится большой торжественный вечер, посвященный тоже этой дате 165-летию со дня рождения нашего великого патриарха Ивана Яковлевича Яковлева. Сегодня традиционно в сквере перед Национальной библиотекой встретились писатели, педагоги, школьники, литературоведы, актеры, общественные и политические деятели, для которых называть себя учениками и последователями великого просветителя значит очень многое. Созданная Иваном Яковлевым Симбирская Чувашская школа стала кузницей учительских кадров для Чувашских и других школ по Волжье, которую он открывал повсеместно. И не только учительских сложно представить, как сложилась бы судьба писательницы Марфа Трубиной, политического деятеля Даниила Эльменя, режиссера Иоакима Максима Кошкинского, композитора Федорова Павлова и многих других известных и значимых для Чувашии людей. Не встретьте на их жизненном пути учитель, верьте в Россию, любите ее. Эти строки из духовного завещания Ивана Яковлева известны всем. Я приехал специально из Симбирской района, сам работаю писателем-профессионалом. Для меня, как для каждого Чувашина, это день самый-самый праздничный день, считаю. Потому что мне приходилось работать в многих регионах нашей необъятной страны России. В этот день везде собираются те, которые чувствуют за душой есть чувашский народ и Иван Яковлев. Тем более, он является просветителем всего чувашского народа. Я горд, что я чувашин, я горд, что у нас такой Иван Яковлев есть. Для меня сегодняшний праздник – это очень значимое событие. Мы уже с нашими студентами каждый год с первого курса приходим сюда, слушаем свои национальные песни, смотрим танцы, слушаем стихи. Нам очень это нравится, и мы гордимся тем, что мы из Чувашской республики, то, что мы чуваши. Иван Яковлев прожил 82 года, из которых почти 70 служил чувашскому народу верой и правдой. Перед своим уходом он составил для соплеменников духовное завещание, которое до сих пор не потеряло глубочайшего смысла и актуальности. Сегодня соотечественники вспоминали великого просветителя и его заветы. В день празднования юбилея основателя чувашской письменности Ивана Яковлева в национальной библиотеке чествовали победители республиканского конкурса «Литературная Чувашия». Самая читаемая книга года 2011. Кто стал победителем конкурса в нашем репортаже? Из года в год здесь собираются авторы самых популярных произведений на чувашском и русском языках, а также активные читатели и авторы лучших рецензий и отзывов о прочитанной книге. Подобные мероприятия не только продвигают лучшие образцы национальной литературы, но и привлекают молодежь к чтению. Этот фестиваль этого 2013 года просто показал огромное количество великолепных книг, которые были изнаны в Чувашском книжном издательстве, в Институте гуманитарных наук. Здесь было много дискуссий, обсуждений и встреч с лучшими книгами. Фестиваль национальной книги ведет свою историю с 2003 года. В нынешнем году, кроме привычных номинаций, появились новые категории – литературный эксперт и виртуальный библиогид. Книга Геннадия Максимова «Танец ночи» победила в номинации самое читаемое произведение на русском языке. Автор признается, его настораживает, что в последнее время жители республики отдают предпочтение произведениям на русском языке. «Надо перевести книгу на русский язык, мы хотим читать. Поэтому так получилась такая книжка и быстро разошлась 2000 экземляров. За полгода вообще ни одной книжки не осталось». Татьяна Филатова, Игорь Поручиков, Николай Яковлев, Республика. Именно сегодня, в день чувашского языка, 25 апреля, национальное радио Чувашии отмечает свой день рождения. Четыре года назад перед национальной библиотекой во время митинга у памятника Ивану Яковлеву было организовано первое прямое включение. В эфире национальное радио Чувашии. Жители республики последние четыре года просыпаются и засыпают под позывные национального радио. Вещает оно круглые сутки. В эфире всегда свежая, интересная, полезная информация. Красивая чувашская и русская музыка. Прогноз погоды и много другой нужной информации. Я сегодня без тени смущения, без приукрашения могу сказать, что национальное радио сегодня самое востребованное радио. Национальное радио слушают, это мы знаем по звонкам, по откликам. У нас ежедневно, еженедельно, ежемесячно выходит в эфир с 53 передачи. То есть половина из них в прямом эфире. Начиная от простых таких радиорепортажей, то до радиоспектаклей, радиоотерков, дискуссионных, полемических жанров. То есть все жанры сегодня у нас в радиоэфире присутствуют. С каждым годом эфир национального радио только расширяется. Недавно стала выходить детская передача на чувашском языке. Ее автор Алина Герасимова долгое время работала в газете для детей. Признается, с детства любила слушать передачи на радио. И теперь с удовольствием работает на национальном. Многие проекты давно завоевали любовь слушателей. После выхода в эфир программ «Социальный вопрос» и на острие нашего внимания в студии всегда шквал звонков. Миссия моих программ – это, ну скажем так, просветить народ, чтобы они знали свои права и, конечно же, обязанности. Они знали о том, что происходят какие-то изменения в законодательстве. Они вообще что-то узнают новое, какой-то порядок, льготы какие-то. Помимо третьей кнопки проводного вещания, программы национального радио «Чуваши» звучат во всех районах и городах республики и частично в соседних регионах на 105 FM и 72 и 41 УКВ волнах, а также в режиме онлайн во всем мире по адресу ntrk21.ru. Я хочу поблагодарить, пользуясь случаем радиослушателей, за то, что они нас слушают, за то, что они пишут нам письма, смс-ки отправляют, за то, что звонят по всякому поводу, ругают, критикуют, благодарят и восхищаются нами. Каждый день, каждый час мы получаем по 100 звонков. Очень надеемся, что мы вас никогда не подведем. Слушайте нас, будет интересно и еще интереснее. Спасибо. Галина Титарчук, Николай Яковлев, Республика. Список госуслуг в электронном виде расширяется. Отделы ЗАГС теперь виртуально регистрируют пять услуг. Постановка в очередь на регистрацию рождения, смерти, заключения и расторжения браков, а также повторной выдачи свидетельства о рождении. Необходимость электронной регистрации заявлений в отделе ЗАГС возникла уже давно. Многие помнят длинные очереди. Новая система позволяет выбрать удобное время и дату, не выходя из дома. Теперь достаточно зарегистрироваться на федеральном портале, заплатить госпошлину и прийти в назначенное время в ЗАГС, чтобы подтвердить свою виртуальную заявку. На заявку мы отвечаем индивидуально, что ваша заявка принята. Для совместного заявления вам нужно подойти в отдел ЗАГС администрации города Чебоксары и назначаем дату. График приема заявлений на регистрацию всех услуг утверждается заранее. Информация эта доступна для всех желающих. Но у жителей и сегодня возникает немало вопросов. Зарегистрировались, выбрали дату определенную, потом выбрали день, когда нужно было прийти для подтверждения своей заявки лично. Но нам сказали, что ваша заявка еще не дошла. И приходите во второй половине недели. В итоге хотели прийти, а нам пришло уведомление о том, что наша заявка аннулирована. На самом деле это столько трудностей вызывает у людей, там не сразу разберешься с этим сайтом. То есть нужно еще найти сам пункт вот этой подачи заявления. Плюс потом съездить еще в Ростелеком, чтобы получить код доступа. Все это дело с документами. Зарегистрировавшись один раз на портале, можно получить доступ ко всем госуслугам. Тем более, что их количество сейчас растет. Пока к таким электронным услугам отношения настороженные. Не все проходит гладко. Видимо, нужно время и немного терпения, чтобы привыкнуть к новой системе работы ЗАГСа. Я как-то читала на форуме. Значит, говорят, почему вы анонсируете, что можно не выходя из дома подать заявление, а мне еще нужно выйти и получить код активации, потому что нужно в Ростелеком исходить. Я вот думаю, что вот такое отношение молодежи и поначалу все-таки побудило к тому, что вот выжидательная позиция была у молодежи. Ждали, что действительно можно будет сразу отправить заявку, нигде не регистрируясь. Но это требование времени. Но все же пользоваться такой электронной услугой стали чаще. Только за три месяца этого года подано 180 заявок на регистрацию брака. Татьяна Филатова, Николай Яковлев, Республика. В Чубаксарском кооперативном техникуме состоялся форум работников потребительской кооперации. Главными гостями праздника стали победители конкурсов профессионального мастерства и семейные династии. К 120-летию потреб кооперации в Чувашии был проведен конкурс трудовых династий. В своем выступлении председатель Совета Чувашского союза Валерий Павлов отметил, что самая главная ценность потребительской кооперации – это люди. Более 8 тысяч работников сейчас насчитывается в системе. Большинство из них продолжают семейные традиции. Елена Бардасова из Маргаушского района удостоилась первого места за работу о своей семье, которая 70 лет отдала потреб кооперации. А общий стаж династии Ольги Хориковой составляет 240 лет. Награды получили руководители районных правлений потреб Союза, а также лучшие работники по отраслям. В городе появился городской транспорт с символикой национальной телерадиокомпании. По четвертому маршруту курсирует троллейбус, на котором изображен логотип, телефон и адрес сайта НТРК. Спрос на свежую здоровую пищу растет с каждым днем. Подтверждение тому развитие ярмарки на Николаево, где ассортимент постоянно расширяется. Торговый комплекс становится ближе к покупателям. Теперь до Николаевского проложен путь 31 маршрутного такси. Репортаж смотрите прямо сейчас. А я с вами на этом прощаюсь. Всего доброго. На 10 тысячах квадратных метров разместились ряды строго по видам продукции, что, несомненно, удобно для покупателей. Отдельный павильон – все для садоводов, семена, рассада, саженца, удобрения. В соседнем – большой выбор круп. Здесь более ста отдельно стоящих павильонов. В них найдется все – фрукты, овощи, рыба, мясо, молочные продукты, хлеб. Прежде чем мясная продукция попадет на прилавок, ее тщательно проверяет ветсанэксперт. В специально оборудованном кабинете есть все необходимое для проведения экспертизы. Все помещения рынка очень хорошо оборудованы и больше походят на современный супермаркет. Для автомобилистов – большая парковочная зона. Принципиальное отличие этого современного рынка в том, что продукция на нем свежая и доступная цена без торговых наценок. Открылся рынок. С тех пор уже мы здесь торгуем. Есть свои плюсы здесь, как будут слой здесь неплохие, как продавать здесь. Есть место машину ставить, площадки здесь большие. Аккуратно, убрано. Покупатели тоже потихоньку. С каждым днем больше и больше народу приходят. Мы тоже стараемся, чтобы больше и больше приходили еще. И цены ставим чуть ниже. В Центральном павильоне, помимо продуктов питания, теперь можно приобрести рыболовные товары, текстиль, люстры и двери, сельхозтехнику. Как поясняют в администрации ярмарки, цель развития сельскохозяйственного рынка – не только поддержать производителя, но и предложить покупателю свежую местную продукцию по доступным ценам, оптам и в розницу. Вы часто приходите на этот рынок? Нет, пока первый раз. И как, вам понравилось? Понравилось, чистенько, хорошо, недорого. 1 мая откроется розничная продажа овощей и фруктов под открытым небом. На ярмарке легко приобрести свежую продукцию местных сельскохозяйственных производителей. Это позволяет и экономить, и покупать на самом деле здоровую пищу. Напомним, что в выходные дни на ярмарке действуют акции для пенсионеров. Бесплатную доставку товаров до дома организует администрация Ленинского района города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин